Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очень неоднозначно я бы сказал, что провокационная тема – это смена пола у женщин. Дорогие друзья, так как на этом канале мы стали очень много говорить об использовании тестостерона и его различных производных, то бишь анаболических стероидов, сложно не затронуть тему, для которой специализировано, в общем, можно сказать сейчас во всех странах мира, используют данный препарат. А в общем-то для условной такой смены пола у женщин. С чем это связано? Почему условный? Ну, мы понимаем, что половые органы у нас, у таких пациенток, конечно же, не вырастут. Но, но, однако, мы можем добиться значительных визуальных изменений. То есть это уменьшение молочных желез, или бывает даже операционным путем они удаляются. Я лично все-таки за удаление, если уже непосредственно решено менять конкретно пол просто по той причине, что при использовании больших дозировок тестостерона, здесь все-таки, ну, большие, относительно женщин дозировки тестостерона используются, да, и при таких колоссальных модификациях организма и метаболизма, все-таки лучше исключить любые намеки на онкологические события. И вот это вот перерождение молочных желез, риски перерождения там и так далее тканей, все это недостаточно еще изучено на данный момент. Поэтому лучше все это вырезать просто-напросто и уже не рисковать. Что дальше хотелось бы обсудить с вами? Ну, конечно, это в первую очередь здесь, наверное, если вам понравится, мы обсудим уже подробности, да, какие курсы бывают там при смене пола, какие препараты дополнительно используются. Но самое главное при смене пола у женщин это уметь жонглировать анаболическими стероидами, то есть использовать несколько препаратов, пускай небольшими дозировками, но несколько, с целью, чтобы побочные эффекты одного препарата нивелировали побочные эффекты другого препарата, да. И то же самое у нас у женщин не было гиперпролактина мии, той же, допустим, да, то есть, к примеру, там она использует какие-то там небольшие дозировки стенозолола. Но стенозолол какую-то небольшую часть пролактина ей срезает. Ну, это опять же так, если коротко говорить. Вот, если говорить подробно, да, в чем основной, все-таки плюс, на мой взгляд, гормонального подхода к смене пола есть и, конечно, операционная смена пола. Операционная смена пола на данный момент несовершенно выглядит, если честно, это очень специфический, то есть, половые органы, те, которые пытаются хирурги вот создать, получаются крайне специфическими. На мой взгляд, это очень отдаленно, еще похоже на половые органы. А когда вы используете гормонально-заместительную терапию, вы, в принципе, можете очень больших результатов добиться увеличения клитора. Вот, и таким образом, соответственно, он может отрасти до приличных размеров, что, соответственно, позволит вам пользоваться им как, соответственно, ну, мужским половым органом. Да, здесь мы не убираем, как бы, вагину, она тоже у нас остается. Остаются какие-то первичные женские, да, признаки, ну, естественно. Вот, полностью мы их не уберем в плане гениталий. Но, но, во-первых, вы не рискуете умереть на этой операции, да, по смене гениталий. Вы не рискуете тем, что у вас будут какие-то нежелательные побочные эффекты в плане нарушения деятельности самих половых органов. И что еще самое главное, вы не рискуете изменением либидо, да, каких-то сексуальных функций. Наоборот, на тестостероне, соответственно, все ваши сексуальные функции, они очень высокие. И когда у вас еще клитор увеличивается в размерах, там, оргазмия достигает невероятных масштабов у таких женщин. Поэтому, соответственно, здесь это наиболее щадящий путь в изменении пола, чем нежели хирургический. И иногда даже, когда у нас встречаются, да, вот эти случаи, когда люди говорят, а я все-таки передумал, да, или передумала менять пол, и мы можем вернуть, мы можем вернуть эти, соответственно, события назад. То есть мы можем все-таки, да, там, допустим, какие-то поставить женщине импланты, к примеру. Ну, клитор так и останется, вы с ним ничего не сделаете. Но, тем не менее, даже функция яичников, ее можно как-то поддерживать более-менее живой. Ну и нужно, естественно, да, для полноценной функционирования организма. Он не будет полностью функционировать как мужской, потому что, ну, соответственно, он изначально с другой, да, с женскими хромосомами, с женской генетикой. Поэтому это только визуальные изменения, те, которыми вы подвержены. Поэтому, естественно, осмотр гинекологов все равно нужен. Участие гинеколога в данном мероприятии нужно, ну, хотя бы какое-то минимальное, если у вас есть сопутствующие гинекологические заболевания. Вот, и так далее. Вот, но, тем не менее, тем не менее, это, повторюсь еще раз, гораздо меньшие риски в плане, соответственно, оперативного вмешательства. Дорогие друзья, теперь, когда мы обсудили смену по, вот так коротко, у женщин, я хочу, чтобы вы в комментариях написали, как вы вообще к этому относитесь. Вот, очень интересно ваше мнение, соответственно, можно ли вот, ну, то есть сейчас идут споры, у нас как бы в России не запрещено женщинам менять пол, но идут разговоры о том, что нужно запретить, что это не этично, не морально, что это психиатрическое заболевание. На данный момент, согласно МКБ-11, соответственно, трансгендерность, она не является, и транссексуализм, там, у женщин тоже самое, не только, да, касается этого, там, Таиланда и тайских мужчин, так скажем. Вот, то есть, соответственно, это все касается и женщин тоже в любой стране. И я вам скажу, вот, по моему опыту, обращаются, ну, не так часто, но обращаются женщины, которые, как правило, уже на курсе тестостерона, у них задача либо сменить пол, либо стать очень мужественной, и с целью, да, то есть, быть, вот, ближе, как бы, да, к мужскому, да, такому состоянию. Поэтому напишите мне, пожалуйста, как вы к этому ко всему относитесь, тема очень неоднозначная. И я думаю, что вот в этических моментах очень интересно разбираться, когда принимают участие люди. То есть, когда я вам вывешиваю какие-то научные данные, тут, наверное, иногда нечего комментировать, потому что даже ни вы, ни я мы эти исследования не, да, проводили. И, к примеру, ну, вот у нас есть там данные за повышение эстрогена, к примеру, на курсе тестостерона у мужчин, ну и все, да, вот, что бы казалось, мы на это, мы это особо не обсудим. То есть, по сути, мы работаем с данностями, с некоторыми. Вот, а здесь мы можем с вами пообщаться вот на такие темы, потому что тема затрагивает не только какие-то эстетические моменты и моменты по здоровью, да, но и, в первую очередь, этические моменты. Поэтому здесь я хотел бы с вами, как с подписчиками, максимально пообщаться. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих платных онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok